здравствуйте друзья здесь демитков юрий сегодня хочу продолжить серию про кризисы и у меня спрашивают ну а что же будет в грядущем с чем будет связан следующий кризис и так давайте напомню я в первом самом видео говорил что такое кризис кризис это когда противоречия нарастают нарастают и однажды они значит не выдерживают и что-то ломается и происходит очень достаточно резкое движение всего что какие противоречия были накоплены ну вот я для примера нашел палочку такую вот и смотрите вот если я палочку буду сгибать как вы думаете она сломается или нет посмотрите вот вот палочка сломается она или нет да как когда не сломается вот я нажимаю я ее сгибаю сломается она или нет когда она сломается ну точно можно сказать что когда-то она сломается но когда вот противоречия нарастают то То есть силы, с которыми я давлю на разные концы этой палочки, они все сильнее и сильнее. Но когда она сломается, когда она сломается, и вот я еще сильнее надавил. Выдерживает, все хорошо, еще сильнее давлю. Она выдерживает, друзья мои, она не ломается. Посмотрите, какая сила уже потрескивает, что-то уже потрескивает, но еще не ломается. Еще не ломается и сломалась. Вот именно так и происходит кризис. И я уже говорил про самые крупные проблемы как-то. И давайте вспомним, вот лучше всего об этом сказал Сергей Хистанов на встрече с инвесторами, с крупными, с богатыми инвесторами. И там был я, естественно, потому что я инвестор, и я рассказываю всем, я как бы популяризатор этого дела. Вот, поэтому, смотрите, он анализировал крупнейшие экономики мира. В первую очередь, это самые влиятельные на весь мир, кто влияет. США. Есть самое, но на втором месте по значимости, наверное, это экономика, если всего Евросоюза, если взять всего. Но он говорит, что Евросоюз пока еще не так сильно влияет на мировые процессы, а вот Китай намного сильнее. И Китай становится головной болью США. Вот, и вот что он показал. Давайте посмотрим. Посмотрите, ну вот он и кризисы, 86, 97, 2008. Мы помним, кризисы были и сейчас, то есть через каждые 11 лет буквально. И 11 лет проходит, уже завершается. Но где же кризис? 2019 год, вон, 2021. Вот она, эта фаза. Вот, и он начинает анализировать, полностью это видео вы можете посмотреть, ссылочка будет внизу. Встреча в открытии с инвесторами, она очень-очень длинная, там больше двух часов. Вот, посмотрите, экономика США, это темпы роста экономики. Ну, как бы ничего страшного на самом деле, да, они снизились, но ничего страшного. Это уровень безработицы, а он вообще на минимальном уровне. Такого не бывает, чтобы безработица на минимальном уровне и был кризис. Ну, нету такого. А вот в чем действительно есть проблема у Америки, то это во внешнеторговом балансе. Посмотрите, с 1976 года буквально начинается дефицит внешнеторгового баланса США. Потом он опять снижается, но здесь он был не принципиальный. Дальше он снова увеличивается в конце 80-х, внешнеторговый баланс США. Потом снова снижается, а потом нарастает уже катастрофическими темпами. Президенты США менялись один за другим, но никто этой проблеме не уделял должного внимания. А что значит отрицательный внешнеторговый баланс? Это значит, что из Америки, грубо говоря, утекают деньги. Вот что это значит. И с другой стороны, в Америку стекаются инвестиции со всего мира, и поэтому, ну, наверное, они не обращали на это внимания. Но проблема-то существует, и когда-то она вырастет в такую большущую проблему. И поэтому Трамп, когда вот пришел к власти, он говорит, проблем здесь нет, 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 а вот здесь есть проблема. И он говорит, я буду решать эту проблему. Он вцепился в эту проблему как бульдог буквально, и вы видите, что он делает. Давайте, ну, если проанализировать внешнеторговый баланс, в чем, с какой страной, с какими странами он максимальный, в первую очередь, это Китай. И вы видите, что происходит сейчас между США и Китаем. Это основной, как бы, источник новостей сейчас. Переговоры США и Китая. Потому что США говорят, укрепляйте юань, укрепляйте юань, укрепляйте юань. А китайцы говорят, ну, вы знаете, это противоречит нашим национальным интересам. Вот. Трамп, значит, вцепился и говорит, так, если вы не укрепляете юань, тогда, значит, мы будем вводить на вас пошлины. Потому что вы, ребята, значит, нечестно ведете игру, потому что, ну, честная игра, это когда деньги идут в Америку, правильно? А нечестная игра, когда деньги идут из Америки. Когда Америка проигрывает, это, естественно, нечестно, потому что Америка не может проигрывать. Вот. А если Америка проигрывает, то смотри пункт первый. Вот так. Поэтому, значит, Трамп обвиняет всех во всем. Но при этом, значит, и говорит, я веду пошлины. Но, с другой стороны, китайцы имеют самый большой, наверное, вклад в американский долг. Вот. И они держат Трампа, с другой стороны, тоже за глотку. Кто кого сильнее задушит, ну, в общем, это вопрос большой. Вот. И Трамп постепенно вводит вот эти вот самые пошлины. Сейчас, вы знаете, весь мир прикован к переговорам Трампа с Китаем. Это точка напряжения. Вот. Как с этой палочкой самой, которую я только что сломал. Поэтому, вот это вот одно из главных противоречий. Что будет, если Трамп, ну, там как бы не договорятся. То есть, если они спокойно как-то договорятся и сдуют эту проблему. Китайцы согласятся покупать больше американских товаров. Они идут навстречу. На самом деле. Вот. А Трамп согласится не повышать пошлины. То, в общем-то, экономика продолжит мировая развиваться дальше. Дальше, да, ну, дальше следующий этап еще с Европой такие же проблемы. То есть, дисбаланс есть с Европой. Вот. И уже идут, так сказать, переговоры там с Европой и так далее по этому поводу. Вот это главная противоречия, которая есть. Если китайцы, например, да, потеряют терпение или Трамп все-таки тоже, значит, там слетит с роликов, грубо говоря, и бабахнет пошлины совершенно безумные, то что могут сделать китайцы? А китайцы скажут, а мы продаем ваши казначейские обязательства, которые нахрен нам не нужны больше. И вот это приведет к полному обвалу вообще во всем мире. Вот к чему это приведет, да, понимаете, да? То есть, американцы вводят пошлины на китайские товары, значит, в Китае все резко замедляется. Вот такой сценарий Армагеддон я рисую. Вот. Самый страшный сценарий. У китайцев все резко рушится, у китайцев тоже есть свои проблемы, там, закредитованность и так далее. Они говорят, а давайте тогда нам наши деньги, которые мы вложили в ваши казначейские обязательства. Они начинают сбрасывать казначейские обязательства. Казначейские обязательства рушатся в цене. Это вызывает цепную реакцию. Весь мир говорит, ребята, вы говорили, что ваши казначейские обязательства самые надежные в мире, а они падают в цене. И это приведет к обвалу, значит, всего рынка в США, к обвалу доллара. У китайцев замедление экономики, китайцы не покупают, что? Не покупают сырье. У кого? У нас. Значит, нефть никому не нужна, потому что застой. Ничего не надо топить, ничего не надо плавить. Металлы не нужны, руда не нужна, полная. Значит, обвал всех рынков, полный обвал доллара, грубо говоря. Вот. И полный обвал всего. Вот что может произойти, если Трамп наломает вот таких дров. Вот такие пироги, друзья мои. Я надеюсь, что этого не произойдет, потому что китайцы понимают, что если они начнут резко распродавать долг, то доллар упадет, а внешний торговый оборот Китая, он по-прежнему в долларах. То есть Китай это почище России долларовая страна, там как бы с долларами все в порядке. Китай ориентируется на доллар в основном. Вот. Поэтому есть надежда, что здравый смысл возобладает, с одной стороны. С другой стороны, китайцы по темпераменту, к счастью, не такие, как Трамп. Вот. Он спыльчивый, он может там наломать дров. Но китайцы-то не торопятся ломать дрова. Они говорят, ребята, давайте подумаем, давайте сядем, давайте порешаем. И правильно делают на самом деле, потому что для них это самое лучшее решение. Потому что чем дольше они будут оттягивать вот эти все вопросы, чем дольше эта проблема во внешнеторговом балансе будет держаться, тем сильнее будет Китай, тем больше он будет готов к смертельной схватке. И Трамп это понимает. Вот такая ситуация. И что надо здесь делать? Смотрите, надо следить внимательно. И надо смотреть за ситуацией, конкретно за вот этими переговорами. Идут они, не идут. Есть подвижки, нет подвижки. Трамп вводит новые пошлины или не вводит. Он сказал, что он, например, вот где он сказал, в июне, наверное, он сказал, что с сентября месяца я введу пошлины. А в сентябре месяце, с сентября месяц наступает, он говорит, ну мы решили отложить. Пока введение новых пошлин. Давайте будем разговаривать. Вот. Поэтому следим, смотрим. Вы поняли, что если... Ну это мой чистый взгляд. Я не знаю, напишите, что вы думаете по этому поводу. Но тем не менее, вот доллары. Надо ли вкладываться в доллары? Ну, в доллары, может быть, и надо вкладываться. Вот казначейские обязательства, черт их знает, например. Понимаете, да? Вот. Сможет ли Америка справиться с вот этим ударом, например. Да? Как вы оцениваете? Я не знаю. Вот. Если будет полный обвал вот такой, да, то все экономики начнут падать. Нефть никому не нужна. Рубль тоже упадет, естественно. Рубль упадет, ну так обычно это происходит хуже, чем с другими валютами. Вот. С рублем. Ну, а куда вкладывать, я не знаю. Вот. Ну, на первых этапах, вот на короткой перспективе, я все-таки считаю, что с долларом будет все в порядке, в отличие от рубля. Если что-то вдруг произойдет, например. Да? Вот. Ну, если мы, так сказать, побаиваемся, то можно вкладывать, если чисто в валюту, да? Швейцарский франк, еще есть такие валюты, да? Понимаете, евро, с евро тоже будет не очень хорошо, с британским фунтом уже все нехорошо. Есть еще гонконгский доллар, вот, вполне себе валюта, и я думаю, что можно часть денег, ну, по крайней мере, в гонконгском долларе держать. В юане я бы не советовал тоже держать. Вот. На московской бирже, вы знаете, почему я перечисляю эти валюты. На московской бирже вы совершенно спокойно можете завести рубли, и совершенно спокойно есть такие инструменты, как, ну, мы можем купить абсолютно, и у вас будут лежать на брокерском счете, там, юани, гонконгские доллары, фунты английские, швейцарские франки, между прочим. Вот, вы можете совершенно спокойно купить, ну, доллар и евро, это понятно. А еще вы можете купить турецкую лиру совершенно спокойно, и в последнее время, насколько я понимаю, тенге казахский. Ну, как бы, казахский тенге, я не уверен в казахском тенге, в общем-то, и в лире не очень, но гонконгский доллар вполне себе валюта, и швейцарский франк. Вот, не исключено, что, может быть, стоит покупать вот это, а еще золото. В такие моменты, значит, как защитный актив действует золото. Золото можно купить, опять же, на бирже, совершенно спокойно. С огромным плечом можно купить, в случае чего, золото в виде фьючерса. Фьючерс на золото полугодовой, то есть, экспирация раз в полгода происходит. А можно купить навсегда в виде доли в ETF. ETF. Вот у меня, например, есть структурный продукт на золото. ETF, SPDR, Gold. Есть такой структурный продукт ETF. Вот, можно купить просто долю в этом ETF, и совершенно спокойно, это Exchange Traded Fund, и совершенно спокойно, просто, навсегда купить это дело. У меня структурный продукт с защитой капитала. То есть, если золото упадет в цене, мои деньги не падают. Если золото вырастет в цене, то я получаю рост своего депозита пропорционально росту золота. Вот, как бы, такие, как бы, ну, предложения, такие мои предположения. Если вы согласны, не согласны, что вы думаете, напишите, пожалуйста, как вы считаете, такой сценарий реальный или нет. Ну, а сейчас спасибо за внимание. В следующем видео я постараюсь рассказать, что будет с доллар-рубль в далекой перспективе, как я это вижу. Вот, ну, а сейчас поставьте, пожалуйста, лайк, поделитесь этим видео, и до встречи. С вами был Демитков Юрий. С вами был Демитков Юрий.